Доброе утро. Настя уже показала в своих этих историях, но здесь мы не показывали. Короче, мы вчера купили на эксперимент такие вот бананы с белой глазури, натур-продукт почти, наверное, скорее всего. Вот так вот они выглядят. Они воняют, а мусками какие-то? Они мусками какой-то химией, да? Какой-то фигней. Глазурь, короче, очень вкусная, а внутри банан по консистенции, я не знаю. Как будто он испорченный. Вот такой вот сушеный, как будто вы знаете, какой-то въяленый, да. Но перед тренировкой я понял, что это самое, оно мне насрать. Берешь, ешь. Может лучше хлебец бы съел, чем у леда говно. Нормально. Короче, перед тренировкой теперь я буду закидываться в массу углеводов быстрых, потому что на тренировке у меня сил еще не хватает в последнее время, из-за того, что мы мало питаемся. И никакого сахара, сладкого. Поэтому бананы и ореховая паста, которые у нас все еще лежат, сейчас они и самое доброе придется. А сейчас прямо погнали уже на тренировку, да? Да! Банан съел, можно идти. На. Ну что, друзья, начинается новая тренировка, мы только что размялись. Сегодня у нас задача сделать хорошенечко ноги, и у меня основная задача сделать кардио, поэтому я одел кофту, я сегодня должен пропотеть насквозь. Посмотрим, что у меня получится, утять как. У меня ноги, я засниму с моего тренировка в инстаграм, так что подписывайтесь на мой инстаграм, я ее выложу. У тебя сейчас 5 плюс 5, 10 плюс гриф 15, 25 килограмм. Это не 15 килограмм, это 20 килограмм. Нет, вот там 20 килограмм, здесь 15 килограмм. Паша-то, смотрите, добавил себе. Но на самом деле это очень трудное движение для плеч. Так что... Делаю 4 круга. Первое упражнение это... Все, я закончила свою тренировку, сделала 4 круга. Папашка бегает. В общем, смотри, самое офигенное, это когда ты 3 минуты бежишь вскоренно, и 2 минуты ходьба, быстрая. Вот. Так что делать так. Устать! Тридцать минут. Все. Посмотрели только что выпуск трансформатора, последний про девочек, которые зарабатывают с попами. Классные девчонки. Да, Настя Усманова смотрит, да? Да. Я-то уже понял, что я вообще просрал все в своей жизни. Я ничего только не попробовал, у меня нигде ничего не получается. Поэтому, Настя, будь моей женой. Я согласна. Все. Настя, у нас с вами вообще, в принципе, у нашей аудитории, чтобы увидеть красивую жизнь у меня, надежда только на тебя, Настю. Что делаем? Я на тебя надеюсь. Спасибо. А ты делай. Классно. Да. Сейчас решу вопросы, которые у меня были. Так что это настроение должно улучшиться. Короче, я вроде разобрался наконец-то с своими делами, и наконец-то я счастлив, и я вместе с вами, и все будет хорошо. И продолжаем. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Потом я вам расскажу. Сегодня, наверное, вечером я вам расскажу про тему бизнеса, про тему дел, которые я делал, о которых я уже только что упомянул, что у меня ничего никогда не получалось. Вот. Но я вам расскажу вообще все. Я думаю, это вам будет интересно. Бизнес, дела, деньги и так далее. А сейчас мы приперлись еще раз. Раз уж сегодня более-менее хороший день поперся, может быть, прямо сейчас-то мы найдем мне кроссовки. Просто вчера была неудачная полоса, там черная такая прям. Вот. А сейчас как белая даст, да? Сейчас даст, да? Вот. Все, залетаем. Я вчера очень. Блин, слушай, походу продолжение. Полоса же. Собака, а. Пошли отсюда. Здравствуйте. Если я чужую писю, по-другому тебя видишь? Да. Ты что, по-другому? Паша, там еще разошли. Уйди вообще от меня. Еще один шанс. Короче, походу, нашли наш вариант. Рибки. Я искал до трех с половиной тысяч, что-нибудь. 3 300. Да, ничего. Официальные рибки. Дышащие. Все там. Подошва. Все. Нормально. Мы-то долго искали. Это был последний наш шанс. Да, это был последний магазин. Мы проситили магазина в 500. Слава богу. Ура. Шесть торговых центров мы посетили. В каждом по 3-4 магазина. Нигде ни хера нет. Но, учитывая факт, то что ты, точнее я все хочу подешевле, то, конечно же, я... Короче, если бы у меня было 8 тысяч, я бы в первом магазине уже купил кроссовки все. Вот. Нас за 3 300 вообще нормально нашли. Не пожалел. Красава. Здорово. Да мы из автобика выбежали вот ради вас. Да. Да, конечно. Ребята шли сейчас, короче, мы с женой. Ну, или не мы с женой, короче, ребята шли. Женщина прямо, видно было, еле тащит, остановились. Еле тащит, остановились. На светофоре стоят. Мы подошли, я говорю, можешь помочь? И помог. Да. Донес до дома им. Вместе с мужиком. Девочка совсем устала. В общем, может нам в карму засчитаться, да? Да. Она сказала, что если бы я могла управлять кармой, я бы много сделала. Но, говорит, я пока не умею. Короче, должна засчитаться. Вот так вот. Так. Ну что, друзья, наступил вечер. Настя уже легла. Поэтому я вам сегодня записываю один концовку, да, Настя? И, как я и обещал, я вам скажу про бизнес, про деньги и так далее. Это о том, что вокруг, друзья, вокруг в основном один обман. Всегда ставьте себя на место человека, который предлагает вам тот или иной герой деятельности, заработка. Всегда ставьте себя на место владельца бизнеса, который вас зовут. Просто вокруг действительно очень много обмана и многие зарабатывают сейчас нечестным путем. Для примера я быстро вам сейчас скажу об этом же казино, допустим, 777 топоры и так далее. То есть, всегда ставьте себя на место владельца. Если бы вы создали такой сайт казино, если бы вы, допустим, вот такой придумали, хочу создать сайт казино, вы создали его для того, чтобы обогатить всех вокруг или для того, чтобы обогатить себя? Как бы вы это сделали? Вы бы давали всем выигрывать или вы бы почти все себе забирали? На самом деле все очень элементарно. Я думаю, взрослые люди все меня понимают, но молодежь, я вам советую, всегда ставьте себя на место владельца бизнеса, на место человека, который вам предлагает чем-то заниматься и так далее. Потому что вокруг, повторяюсь, один обман, легких денег у нас в России особенно, они, конечно же, может быть где-то есть, но вам не дадут до них добраться. То есть, либо вы приближенный к этим легким деньгам каким-то образом родились, либо вас кто-то взял под подпечительство и показал, как зарабатывать легкие деньги. Но чтобы просто в интернете вы видите рекламу параши какой-то, но вы еще не знаете, что это параша, но знаете, почти все, что реклама в интернете, почти все, куда вас зовут, почти все компании, где вам обещают миллионы, это полная параша. И единственный способ добиться вам успеха, это взять для себя что-то и развивать это каждый год. То есть, тот же самый YouTube канал, который я в свое время начал развивать основной, я это делал не на протяжении одного дня, двух, трех или как там заработаете за неделю миллион рублей. В общем, такого не существует. Первый день я начал получать с канала только спустя год. Не нужно верить сказке, не нужно верить вокруг людям, вокруг все живут только для себя. Если вы хотите, друзья, чтобы я вам рассказал более подробно, прямо сел и рассказал о всех своих родных деятельностях, в которые я ссувался, в которые у меня получалось, в которые у меня не получались, где меня обманывали, где я наоборот чего-то достигал, но потом понимал, что это обман и нафиг уходил оттуда. И, в общем, все, что я пережил за свою жизнь, я, поверьте, попробовал, какую хрень я только не попробовал. Если вы реально хотите, я готов это сделать, просто напишите об этом в комментариях. Если я увижу действительно много комментариев и лайков под этим видео, тогда я это сделаю. Если нет, значит, вам это неинтересно, мы это пропустим и просто я вам даю совет. Ну и по традиции, хоть и без Насти, я вам посоветую два фильма, но я вам их не то чтобы посоветую, я вам скажу то, что я сейчас планирую посмотреть. А планирую я посмотреть два фильма. Первому игроку посвящается, он как раз вышел в хорошем качестве. Готовы к битве! Помогите спасти Оазис! И фильм «Черная пантера». А хорошему человеку трудно быть королем. Спасибо, что были сегодня с нами. Сегодня была хороша, завтра будет еще намного круче. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok